Приветствую вас. Прежде чем говорить, что делать, давайте попробуем разобраться с тем, что с вами сейчас происходит, что с вами в данный момент творится, и попробуем разобраться в процессах, внутренних процессах того, как вы оказались в этой ситуации. Значит, вы общались с Панемой с другой стороны. Он собирается приехать, по ряду причин родители воспринимают его скептически. Ну, собственно, первое, что хочется здесь сказать, заключается вот в чем. А как родители должны были, по вашему мнению, его воспринимать? Нет, ну, я, конечно, не понимаю, что вы, вероятно, ожидали того, что они будут рады. Я понимаю. Но давайте поставим себя, попробуем, оставить себя на их место. Они ваши родители, и они хотят, чтобы у вас все было хорошо. Вы говорите им, что к вам из другой страны приезжает мужчина, они его не знают, они не знают, зачем он приезжает, они не знают, чего он от вас хочет. И, естественно, они воспринимают его, ну, с опаской, мягко говоря, да. Они воспринимают его с опаской. И это, в данном-то случае, совершенно нормальная реакция. Они не знают, чего им ожидать от него. И они боятся. Боятся они, надо сказать, в первую очередь, за вас. Они боятся не за себя. Они боятся за вас. И их реакция, как это не парадоксально звучит, это следствие того, что они хотят для вас счастья. Ну, пока не было доказано обратно, естественно. То есть, вот, когда, если они, например, увидят, что вы счастливы, и все равно это, например, не примут, вот тогда можно говорить, конечно, о том, что они руководствуются чем-то другим. Но пока, на данный момент, можно с уверенностью сказать, что их волнует ваше счастье. Их волнует то, как вы будете жить. И из-за этого они, естественно, испытывают страх за ваше будущее. И отнесется к этому, ну, из распонимания. Дело не в вашем выборе. И дело не в том, что они разочарованы в вас. Дело не в том, что родители ждали от вас что-то другого. Родители просто боятся, что с вами что-то произойдет. Поэтому постарайтесь их понять. Постарайтесь понять их повислое, постарайтесь понять их чувства. Не нужно пытаться их переубедить. Не нужно пытаться их как-то перевоспитать. Этого делать не нужно. У вас не получится это сделать. А напротив, чем больше, чем сильнее вы будете стараться их убедить в том, что они не правы, тем больше они будут думать, что доля истины в их суждениях есть. И вы это понимаете. То есть вы сейчас занимаете позицию неуверенного в себе человека. И в данном случае, как это ни странно, есть достаточно четко обоснованная вами причина этого. Это и одновременно следующий момент, который я хотел бы с вами разобрать. Вы пишите о том, что вам нужно, вам хочется видеть одобрение и поддержку. С одной стороны, я вас достаточно хорошо понимаю. Я понимаю, что вам хочется, чтобы ваши родители вас поддерживали. Но с другой стороны, это ваша жизнь. И с другой стороны, это вы решаете, как она развивается, что в ней происходит и так далее. Вы, а не ваши родители. И вам нужно одобрение ваших родителей для чего? Ваша-то личная жизнь, опять-таки, не станет ни богаче, ни беднее. И возникает вопрос тогда, а почему вам так нужно это одобрение? Для чего оно вам, это одобрение? А, быть может, в этом есть какой-то, ну, ваш уже личный мотив в поиске одобрения. На этот вопрос нужно ответить, потому что он очень важный. Этот вопрос действительно очень важный для вас. Потому что, если вы ищете одобрение, то это значит, что сами вы не уверены в себе. А раз вы не уверены в себе, то, во-первых, на вас можно давить. Это первое. И второе, вами можно манипулировать. И сами счастливы вы, к сожалению, не будете в своей жизни. Именно потому, что вы не уверены в себе. Именно потому, что вам нужно это доверить. Но ведь, по сути-то, дело, сколько вы решаете, как вам шить, по сути-то, дело, вы сами определяете то, что нужно вам. А другие люди всегда будут либо осуждать вас, либо как-то высказывать свое мнение, но это будет всегда. И это нормально, то, что они это делают. Потому что, ну, понятно, что у родителей, например, свои взгляды на то, как может она быть ваша личная жизнь. Вы знаете, ваши родители не переделают. Они вряд ли примут ваши позиции до тех пор, пока не будет, ну, как бы, очевидно, понятно, что они ошибались на счет вашего молодого человека. А даже если нет, даже если они все равно останутся при своем мнении, тогда что? Чтобы завоевать их одобрение, чтобы вызвать у них одобрение, вам нужно действовать так, как этого хотят они. То есть, действовать с учетом их взглядов на вашу личную жизнь. И здесь волей-неволей всегда возникнет противоречие. Вообще говоря, противоречие не может не возникнуть, потому что, ну, у них свои взгляды, у вас свои. Другое дело, почему вы сомневаетесь в своих взглядах? Почему вы думаете, например, что вы поступаете как-то неправильно? Почему вы думаете, что, ну, что вы действительно можете ошибаться в том, что, например, выбрали этого молодого человека и так далее? Почему вас, так же, как и ваших родителей, волнует мнение других людей? Хотя это на самом деле ваша жизнь, и только вам определять, как ее проживать и так далее? И вот на эти вопросы все вам бы желательно ответить. Потому что именно они, именно эти вопросы и ответы на них помогут вам лучше себя понять. Помогут понять вам, чего же вы все-таки хотите для себя быть счастливы самостоятельно? И тогда придется привыкать к тому, что все-таки у родителей могут быть свои взгляды, и что это нормально иметь свои взгляды и так далее. либо вы действуете исходя из взглядов родителей, но если вы будете действовать так, то есть исходя из взглядов родителей, то вряд ли вы сами будете счастливы. вы не сможете быть счастливы. Тогда вам необходимо, как это не сложно, и как это может быть вам не хочется, вам необходимо расставить приоритеты. Расставить приоритеты для чего? с того, чтобы понять, что же для вас все-таки важнее. Вот то, что важнее, то, что важнее, то и нужно вам делать. То, что важнее, точнее, что именно для вас важнее. В этом направлении и нужно двигаться. Одобрение родителей, например. Хорошо. Если вы отдаете себе отсчет в том, что вы делаете, если вы отдаете себе отсчет в том, какие последствия вам это может принести, действуйте в направлении одобрения родителей. Уверен, что против не будет никто. Если вы все-таки решаете действует для себя, то тоже ваше право. Но выбрать нужно вам. И если вы выберете, то тогда, собственно говоря, уже будете двигаться, а мы вам будем помочь на пути к тому, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.